вот она у меня лежит отмачивается довольно неплохо получилось вижу удивлен чуть-чуть смываю остатки бумажки что получилось довольно качественно из попробую фокус освоить так лучше тоненькие дорожки хорошо все видно нагрева микроволновки аккуратно выливаем кидаем туда нашу платку смотрите что сразу пошел процесс соответственно сопровождающийся довольно едким запахом так что уносим в ванну там где никого нет продолжаем опыт и стандартный опыт бросили лезвие и она у нас стала медным запах пошел более ядовитый и более опасный явно по всему суде отметь собирается пленочкой такого качества получилось плата я считаю очень удовлетворительно все четко даже странно с первого раза никаких замыканий дорожек ничего сам шоке ладно еще посмотришь и припайки будет может припайки начнется мозгодурство итак снова куча проводов но уже в действии наладочная схемка то есть уже не макетная плата значит и r2104 все-таки пеленговская схема на трех мосфитов то есть первый второй третий извиняюсь третий и диод в таком корпусе у него только две ножки то есть три мосфита диод ну и естественно уже катушки забурболил нормальную вот вот это ярко специально положил ее чтобы не забыть кое-что рассказать болен есть один косяк с ними реальный то есть на пилинге слышал я про это говорили но реально косяк ладно сейчас пока тест значит что делаю включая блок питания стандартно и так у нас все заработало на входе классический 38 килогерц скважинасть 75 процентов лампочки горят приборы все подключены единственно что вольтметр сейчас суть в чем значит классическая схема на входе у нас 20 вольт на выходе вот регулируем скважностью значит уток на входе только на выходе как бы уже видно уже неплохо да ладно берем значит что делаем скважность регулирую смотрим выставим 14 5 например ну вот смотрите на входе 1 ампер 1.1 пускай будет и 1.4 на выходе теперь я немножко сдам назад чтобы просто было наглядней и но для лучшего учета значит сделаем например вот так вот так легче считать смотрите на входе 1 ампер на выходе 1 34 что это значит то есть у нас 34 процента на выходе ток есть возможность получить больше за счет вы же больше более высокого входного напряжения либо соответственно если по другому на альтернативу перевести то получается в три раза на 30 процентов меньше нагрузить можно нашу солнечную панель теперь я хочу показать такой небольшой типа как фокус что если вам на выходе надо не 12 вольтовый аккумулятор да а например 9 вольтовый но это я так для примера то есть 9 вольтовых как бы их так как так каковых и нету но смотрите на данный момент у нас 34 процента на грубо говоря 34 процента теперь смотрите я уменьшаю напряжение смотрим напряжение справа прибор уменьшаем так засвечивает уменьшаем знаешь меня прервали значит что если нам на выходе надо ну вольт 9 смотрим почти 9 вольт обратите внимание на входе у нас уже 0 5 на выходе один то есть у нас у 50 процентов сейчас я сделаю немножко меньше чтобы понять не было но смотрите классически 0 5 в 1 ампер то есть грубо говоря 50 процентов что же если у нас 6 вольтовый аккумулятор помечтаем помечтаем выставляя 6 вольт на выходе вот 6 и 8 например до обратите внимание уже почти в три раза больше то есть не 50 процентов так секундочку выставлю еще чуть чуть меньше просто для наглядности ну вот смотрите 0 3 на входе 0 9 на выходе в три раза жалко что у нас аккумулятор не 6 вольтовый ты схема работает шума никакого не издает вот шума не издает практически не греется при таких токах там до 2 ампер то есть у радиаторов вообще нету нету радиаторов эксплуатирую без радиаторов ничего нигде не греется но это как бы плюс вот этой пеленгов скай схемы вот к чему я оставил чтобы рассказать про нее что-то болин собрал схему и очень сильно разочаровался она не работала начинаю начинали греться и эрки я пока ни одной не спалил но они реально начинают греться и как бы стал переживать что неправильно что-то собрал потом что оказалось заменил на другую иерку та же история поставил третью которую я эксплуатировал уже в своих схемах и все заработало и а какой из этого как бы итог итог из этого интересный из штук пяти и эрок рабочих только две и это я покупал в магазине как бы не знаю как это вообще предъявить и реально ли это предъявить короче жесть ну вот циферки о которых можно помечтать а что если накрутить на входе 30 вольт конечно можно иерку повредить ну короче там вообще можно наверное так раскочегарить нормально но так для опыта значит что сделал на входе выставил 25 вольт чисто ради опыта ради прикола значит на входе двадцать пять вольт значит схемка работает на выходе у нас сейчас только 2.7 вольт а так что получил 2 и 7 вольт а смотрите разбежка входного тока и выходного в шесть раз в шесть раз 600 процентов с 25 вольт в 2.7 конечно кпд не афти так сесть пересчитать но теперь начнем повышать например до 6 вольтового кб там обычно 6 и 7 вольт пускайся или 7 и 3 бывает смотрите ну в три раза разбежка да выставим 13,7 прибор 13,7 вольт на выходе 25 на входе смотрим значит 0,2 ампера плюс 0,3 короче пол ампера в плечи было бы классно если бы было на входе 25 вольт с таким успехом можно на 24 вольтового вообще накрутить наверное с нормальным таким прибытком ну прикольно в общем вот так вот работает работница у ну у у Продолжение следует...